Борьба со смогом остается одним из приоритетов руководства Китая. В Пекине уверены, что настало самое время отказаться от низкостандартного производства, ставящего под удар экологию целых регионов. О новых инициативах в сфере охраны окружающей среды рассказал глава профильного министерства. Он пообещал сделать все, чтобы жители столицы и других крупных городов страны как можно чаще видели чистое небо. Подробности у моих коллег. Защитные маски, низкая видимость и серая дымка. Только с начала зимы Пекин трижды погружался в густой смог. Чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, мэрия приостанавливала заводы, отменяла занятия в школах и ужесточала контроль над автомобильными выхлопами. Впрочем, увидеть синее небо это не помогало, и столица неделями жила словно в сумерках. Министерстве охраны окружающей среды с таким положением дел не согласны. В ведомстве уверены, что хронический смог Пекину совсем не к лицу. К тому же средств борьбы за чистоту воздуха появляется все больше. Мы пересмотрим план экстренного реагирования на смог. Примем единые стандарты для столичного региона Пекин, Тинзинь, Хэбэй. Контроли над экологией в ключевых городах, ровно как и над крупнейшими источниками загрязнения, будет существенно усилием. Не исключено, что некоторым заводам придется изменить производственное расписание, чтобы минимизировать объемы выбросов. Кроме того, мы подумаем над тем, чтобы увеличить экологические налоги в зимнее время. Курс на сокращение вредных выбросов Китая взяли еще в начале десятилетия. С 2011 по 2014 год стране существенно уменьшили объемы производства на сталилитейных и целлюлозно-бумажных заводах. Они снизились на 77 и 29 миллионов тонн соответственно. Но и это не предел. Министр охраны окружающей среды отметил, что замедление экономики открывает еще больше возможностей в борьбе за экологию. «Мы должны использовать тот факт, что тамбы развития экономики начали замедряться. Это позволяет нам вовлечь промсектор в новую конкурентную конкурс по внедрению экологических стандартов. Ликвидация устаревших предприятий откроет дорогу более перспективным игрокам. Мы, Пурши, не можем делать ставку на массовые низкосотратные производства, жертвы окружающей средой». Чен Зиннин заявил, что во многих регионах Китая сократят объемы потребления энергоресурсов и продолжат курс на постепенный отказ от использования угля. Кроме того, власти намерены закрыть тысячи малых предприятий, загрязняющих водные ресурсы и не вписывающихся в индустриальную политику государства.